У меня возник вопрос, откуда взялась жена у Авеля, сына Адама и Евы? Спрашивает нас подписчик. Действительно, вопрос интересный. Вот только мы начинаем вроде бы читать Библию, только мы начинаем ее изучать и сталкиваемся с таким вопросом, когда у детей Адама и Евы появляются новые дети и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, как? Как, если других людей на Земле нет? И вот оказывается, что инцест до определенного момента человеческой истории был разрешен, разрешен Богом. Но в какой-то момент в определенный. Вот про иудейский народ, я сейчас прочитаю, когда это случилось, про другие культуры не знаю. В какой-то момент инцест стал запретным, запретной вещью, и до сих пор в подавляющем большинстве культур кровосмешения, браки между близкими родственниками запрещены. Впервые такой закон именно еврейскому избранному народу Господь дал через Моисей. Можем прочесть об этом в книге Левит. Здесь пишется, что Господь говорит, чтобы никто не приближался к родственнице, то есть, в смысле, не вступал с ней в отношение к отцу и матери, к жене отца. То есть, если у отца, допустим, несколько жен, то нельзя жениться, собственно говоря, на одной из его жен. К сестре нельзя, будь то дочь твоего она отца или твоей матери, рождена ли она в вашей семье или в ней ее, все равно нельзя, говорит Бог. 18 глава книги Левит. Дальше тут, кстати, вот что еще добавляется, что вообще нельзя приближаться в этом смысле к жене ближнего. Тут да, это понятно, да, то есть, нельзя блудить, то есть, вступать в отношения с женой чужой. И также нельзя ложиться с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. Не совокупляйся с животным, оскоряй себя, и пусть женщина не отдается животному, это гадость, говорит Господь. Вот такие дела, то есть, у нас через запятую тут перечисляется, тут и отношения, в кавычках, да, с животными, и гомосексуализм, и инцидент. То есть, в какой-то момент человеческой истории Господь запретил инцидент, и сейчас это прямо, это приравнено к блуду, к страшному, получается, греху. Об этом надо знать, об этом так все знают. Вот. Но когда-то это было разрешено, и святые отцы советуют этим не смущаться, значит, так было нужно. Но я хотел вот что еще добавить, что в определенный момент человеческой истории ученые нам скажут действительно, что инцест это плохая вещь, плохая вещь даже с точки зрения здоровья, с точки зрения генетики. И мы знаем, что, например, вот фараоны, у которых там считалось, что кровь фараона священная, поэтому надо жениться только на своих сестрах там и так далее, и так далее, они постепенно врождались. И последние фараоны египетские, они болели, не знаю, всевозможными болезнями просто, и были вот такими очень слабыми существами человеческими. И какие-то королевские династии тоже, если мы посмотрим, у них тоже одно, другое, третье, четвертое, пятое наследственное заболевание, и причем там чуть ли не у одного человека это все. Потому что у людей есть определенный геном, есть гены, из которых складывается все в нашем организме. И вот мы получаем определенный набор генов от мамы, определенный набор генов от папы. И если, допустим, вот они соединяются и начинают производить наш организм. И если, например, у мамы какой-то белок определенный, какой-то, вернее, ген поломанный, и он не может нормально производить определенный белок в человеческом теле, поломанный, то тогда мы можем взять у папы, у папы этот же белок, вернее, этот же ген, и он произойдет нормальный белок, и все будет хорошо. Но если вы близкие родственники, и из-за этого у вас, ну, практически, ну, похоже на набор генов, да, и вдруг так совпало, что у вас как раз-таки оба вот эти гены, они поломаны в одном и том же месте, и они нормально не могут производить белок. Но им придется, потому что иначе невозможно. И вот они будут это делать, вот эти поломанные гены, и в конце концов все закончится какой-то наследственной болезнью, какой-то аномалией. И в этом смысле, конечно, даже в этом смысле инцест точно в определенном моменте человеческой истории должен был быть запрещен, что Господь и сделал. Ну, повторюсь, что сейчас и вот с того самого времени, с тех самых давних пор, инцест является грехом, блудным грехом, страшным грехом. И в Библии мы можем найти, дальше уже в Библии можем найти примеры, когда происходил инцест и последствия вот этого греха. В Библии описаны как пагубные, как плохие. Вот такие дела.